Всем привет! Сегодня мы рассмотрим с вами спортивную модель Casio AW80D. Данная модель имеет кварцевый механизм японский Miyota, причем она идет с усиленной батарейкой с примерным сроком службы до 10 лет. Корпус данной модели пластиковый, вот такой вот толщины. Браслет выполнен из нержавеющей стали. Кстати, вот на бирке маркируется 10 лет батарейка. Ну и вот так застегивается. Нажатием кнопки открывается. Рассмотрим сам дисплей часов поближе. Так, что мы тут видим? Видим мы следующее. Вверху маркируется сам бренд Casio. Иллюминатор означает, что тут есть светодиодная подсветка. Вот эта вот кнопка. Вот лампочка. Сейчас я свет выключу. Видите, как в темноте светится. Вот такая вот лампочка. В принципе, хорошо видно время. Может, камера не все передает, как видно, но мне видно хорошо. Причем, если небольшой светонакопитель на стрелках, то в темноте будет некоторое время подсвечиваться. С левой стороны VR50M. Означает, что водозащита в данных часах 5 бар или 5 атмосфер. То есть, в часах можно принимать душ, если использовать классические правила по водозащите. Если же применительно Casio, то 50M означает, что в часах можно даже плавать. С правой стороны дисплея 10-летняя батарейка маркируется и TeleMemo 30. Стрелки немного перекрывают. Означает, что в этой модели есть записная книжка на 30 записей. В инструкции указывается, что можно 8-символьное имя вводить и 16-значный номер телефона. Кому как удобно. В режиме текущего времени мы видим суббота на английском языке, месяц, январь и 9-е число. Это также можно изменять, если мы нажмем левую верхнюю кнопку один раз. Будет дублироваться наше время. Но сейчас время не совпадает, оно сбито, но это можно настроить. Так, возвращаем к календарю. Для того, чтобы перейти в режим редактирования электронного времени, зажимаем верхнюю левую кнопку и держим некоторое время. Мигают секунды. Для того, чтобы обнулить их, вот эту кнопку используем. Они обнулились. Для перехода из разряда в разряд, то есть из часов, минуты и так далее, нажимаем вот эту левую нижнюю кнопку, кнопку MODE. Так, DST. OFF или ON. Это режим летнего или зимнего времени. То есть на час вперед можно включить часы или на час назад. Вот этой кнопкой. Вот видите, меняются часы. Дальше кнопку MODE жмите. Мигают часы. С правой стороны кнопки, вот эти меняют плюс или минус. Вот 10 и так далее. Кнопку MODE еще раз мигают минуты. Вот меняем минуты. Для видео я просто поклацаю. Вы правильно выставите свое время. Дальше кнопку MODE еще раз. Мигает год. 2016 выставлен верно. Менять вот этими кнопками. И еще раз кнопку MODE. Мигает месяц. Меняем вот этими кнопками. Сейчас выставлено все верно. Еще раз кнопку MODE. Мигает число. Вот этими кнопками мы изменяем наше число. В плюс или в минус. Еще раз кнопку MODE. И мы вернулись опять к секундомеру. Для того, чтобы все это сохранить, нажимаем верхнюю левую кнопку один раз. Теперь рассмотрим, как изменить аналоговое время или стрелочное. Нажимаем кнопку MODE до тех пор, пока не появится индикатор H-Set. Вот H6. И в этот период нажимаем верхнюю левую кнопку. Держим некоторое время. Пока не начнут мигать значения часов и минут. Видите, начало мигать. И в этом режиме, нажимая на вот эти кнопки, вот на вот эту кнопку, нижнюю, с правой стороны, мы изменяем наше время. Ну и выставляем до тех пор, пока время не будет выставлено правильно. Есть небольшой секрет в этих часах. Чтобы постоянно не жать, зажимаете вот эту кнопку и параллельно нажимаете верхнюю. Все, отпускаете и ждете до тех пор, пока часы не... выставят правильное время. Ну и, естественно, вручную нужно корректировать. Поэтому, когда стрелки будут подходить к нужному времени, нажимаете вот эту кнопку и вручную подгоняете до нужного значения. Ну и так далее. Я выставить время сейчас верно не буду, но вы поняли, как это делать. Для того, чтобы выйти из этого режима, нажимаем левую верхнюю кнопку один раз. Все. Вы выставите правильное время электроники и правильное время аналоговое. Так. Ну, я сейчас все-таки выставлю правильное время, чтобы была читабельность хорошая. Быстренько. Потому что функции буду показывать, чтобы все было хорошо видно. Ну, вот на моем электронном циферблате указывается 10.46. Подводим стрелки до тех пор, пока они не совпадут с временем, которое мигает. То есть 10.46. Еще немного. И нужно будет нажать на стоп. Так. 10 сейчас будет. И потом подведем время, чтобы было правильно. Вот. Подходит время. И в этот период нажимаем нижнюю правую кнопку и вручную подводим до тех пор, пока время не будет правильно выставлено. Сохраняем на вот эту кнопку. Вот. Так. Все. Кстати, есть еще в режиме текущего времени можно менять формат времени нажатием на эту кнопку. Вот видите, появился значок А. Если мы еще раз нажмем, он исчезает. А это до полудня, Б это после полудня. То есть, если бы сейчас было 13.47, я бы нажал на эту кнопку, то появилось бы значение 1. Еще раз бы нажал, появилось значение 13. То есть, это меняет формат времени. Рассмотрим сам функционал часов. Функционал часов переключается вот этой кнопкой. Вот это режим записной книжки на 30 записей. Можно вводить 8, 8 символ на имя, 16-значный номер телефона. Еще раз кнопку МОД нажимаем. Мировое время. Клацать вот этими кнопками. Каир, Иерусалим, Джида и так далее. Ну, соответственно, время меняется внизу. Еще раз кнопку МОД нажимаем. Перелистнули. Вот, будильник 1, будильник 2, сиг, это ежечасный сигнал можно выставить, и повтор звонка на определенное время. Для того, чтобы включить будильник, в режиме будильника нажимаем вот эту кнопку 1 раз. Вверху появляется АЛ1, или он исчезает. Если АЛ1, значит будильник ключом. Для того, чтобы его выставить, зажимаем и удерживаем некоторое время левую верхнюю кнопку, до тех пор, пока не начнут мигать часы. С этой стороны меняем значение часов номер 3, кнопку МОД, переходим в другой разряд, меняем минуты. Ну, допустим, 3.03. И сохраняем. Вот сюда нажимаем. Все. Будильник звонит вот так. Если зажать правую нижнюю кнопку, можно продемонстрировать звонок будильника. Если вам не нужен будильник на это время, то есть его необходимо отключить. Просто в режиме АЛ2 нажимаем, вернее АЛ1, нажимаем вот эту кнопку. АЛ1. Вот АЛ1, нажимаем вот эту кнопку. Сейчас индикатор АЛ1 исчезнет. Все. Будильник будет отключен. Дальше кнопку МОД нажимаем. У нас таймер обратного отсчета. В этом режиме зажимаем, удерживаем левую верхнюю кнопку длительное время немножечко и мигают часы. Выставляем часы. Дальше минуты. Допустим, 5 часов 0.1. И сохраняем вот эту кнопку. Все. Кнопка старта таймера вот сюда. Вот. Дальше. Секундомер. Секундомер вот такой здесь. Если нажимаем на эту кнопку, начинается отчет секундомера. И опять на эту кнопку один раз. Секундомер остановился. Ну и обнуление. Вот эту кнопку. Все по нулям. Все. И мы опять вернулись в наше текущее время. Теперь рассмотрим саму заднюю крышку, что там маркируется. Так. Что мы тут увидим? Кассио. Телемема 30. Информация о записной книжке. World Time, что есть в мировое время. Три будильника. Таймер обратного отчета. Прямоугольник. Указывается модуль часов. Маркировка самой модели. Stand Steel Back. Означает, что стальная только задняя крышка. То есть корпус пластиковый. Water Resistance 5 бар. Водозащита 5 бар. Japan Movement. Японский механизм. И КС Ничина. Сборка Китая. Крепление крышки задней корпуса производится при помощи 4 винтов. И есть небольшое место для гравировки. На все модели Кассио, как и на эту, гарантия 12 месяцев на механизм. Всем спасибо за внимание. Скажите juga. Минимание. Один Çin.